Доброго вечера, уважаемые коллеги! Мы начинаем семинар по практическим приемам этичного хакинга. Меня зовут Сергей Хлевогин, я инструктор по информационной безопасности. Можете зайти в интернет www.hlevogin.ru, ко мне на страничку попадете. Тут написано, в специалисте работаю, различные курсы провожу и имею статус этичного хакера, аналитика, расследователя инцидентов, мастера по тестированию и на проникновение. Помимо курсов мы проводим семинары. Уже третья, четвертая часть сейчас мы находимся на семинаре по информационной безопасности. Зачем специалисты проводят такие семинары? Хочут прославиться, о курсах рассказать. А я зачем? Тоже хочу прославиться, тоже хочу рассказать то, что не умещается в курс. Немного все не получается на курсе рассказать. И какие-то вопросы интересные или дополнительные мы на семинарах обсуждаем. Сейчас один из таких семинаров. Вкратце расскажу о курсах. И расскажу, как практические приемы этичного хакинга могут применяться и как они соответствуют с курсами. Мне интересно сказать, что не просто так мы учимся. А вот посмотрите, я вот сейчас что-то вам расскажу интересное. А на курсах мы этому учим. Это полезно всем, но я, конечно, ожидаю, что у вас есть кое-какой практический опыт. Вы уже администратор и безопасник, доучились до того, что собираетесь идти на курс по этичному хакингу, а еще лучше прошли курс по этичному хакингу. Такая последовательность изучения информационной безопасности. Мы учим основы администрирования, потом как защищаться, certified network defender, вот кто-то сейчас по этому курсу учится, потом этичный хакинг, потом еще сложнее, анализ безопасности и тестирование на проникновение. Наш семинар где-то здесь. Были семинары до этого, и семинары, они были, знаете, такие, мол, я думаю, учиться мне или не учиться. Хочу поучиться, покажите, как вы учитесь, и тогда, может быть, приду на курс. И были вот такие семинары. Но сейчас уже наоборот, уже много студентов отучилось, и мы хотим их наоборот поддержать и еще дальше сопроводить и вывести прямо на уровень мастера. И вот наш семинар уже вот на таком уровне. И действительно, мы, когда учимся информационной безопасности в центре специалист, мы готовим сначала администраторов, потом там начинающих, потом продолжающих, потом хакеров, аналитиков, мастеров. На каком уровне готовимся? Готовимся на уровне киберолимпийских чемпионов. Вот, можете зайти на сайт специалиста, вот, поискать новости, и новости на сайте специалиста, даже вот здесь вот поищевки будут, да, в сайте, в сайте, в лимпикс. Пока не первая же ссылка, только вперед. Мы играем киберолимпийские игры, это наши выпускники, мы научились, теперь вот играем в финале киберолимпийских игр. Кстати, в этом году тоже играем. Вот Global Siberolympics, давайте к ним на сайт зайдем, они вам скажут, мы в этом году тоже играем, тоже команду будем сыграть, и почему бы не сыграть? Ну, по настроению, да, почему бы нет? И вот, раз мы на таком уровне, мировом информационную безопасность хакинг изучаем, давайте вот на этом уровне и поговорим. А где учиться на таком уровне, когда вот уже научились, и все курсы, которые мы читаем, прошли? Есть платформа, называется Hack the Box. Она чем хороша? Тем, что есть только задачи и нет решений. Но есть конспекты, которые мы делали, когда учились информационной безопасности. И если вы до этого на семинары ходили, наверное, на вот этот вот сайт уже заглядывали, вот могу вот как за Бог зайти и увидеть, какие вот тут есть машинки, что тут на этом сайте. А вот, давайте зарегистрироваться. И в чем преимущество? В том, что платформа такая, что предлагает вам попрактиковаться в злове машин. Если меня в Фейсбуке читаете, может быть, вот та же самая картинка. И я говорю, вот смотрите, вот список машинок, а вот у них IP-адреса. Если хотите, подключайтесь, и любой из этих сервер можете попробовать взломать. То есть получить контекст администратора или систему. А как к ним подключиться? А прям тут же на сайте вот есть access. И скачаем сейчас connection pack openvpn. Подключимся. Вот я подключился. Вот мой Kali Linux. Вот мой IP-адрес. Ну, какую-нибудь машинку я к ней имею доступ. Которая здесь будет у нас... И вот, допустим, вот такая. 10, 10, 10, 122. Я прям со своего браузера туда подключаюсь. Вот этот 10, 10, 122 у меня стоит. Ну что, подключился? Подключился. Давай ломай, вводи пароль. Только он одноразовый. Как я введу одноразовый пароль? У меня нет токена. И логина не знаю. Но, тем не менее, если хочешь, попробуй взломать. И юмор вот этой платформы в том, что никто вам не скажет, как ее взламывать. Вот никто не скажет, как эту машинку взломать. Потому что, если кто скажет, то организаторы говорят, ах, ты спойлер, зачем ты так делаешь, мы потом гордимся, кто взломал, кто не взломал. У нас рейтинг, а ты всех научил, они тоже стали хакерами, а сами не хакеры. Поэтому азарт, интересно, как же так? Так, 100 человек взломал, а я не взломал. Я буду так теперь перечитывать конспекты, что уж теперь его точно буду взламывать. И вот начинается. Вдруг там еще что-то есть. Ну-ка, эти циферки, давай-ка, где наш Nmap, который мы проходили? 10, 10, 122. Что там рядом еще есть? Сканирую. Nmap говорит, там ничего нет. Либо это, либо по SSH пароль не знает. И вот, вы видите, да, какие тут задания. Я собираюсь на этой платформе Hack the Box, я уже туда подключался, вот от Nvpn, пройти машину Sizzle. Почему? Ты же сказал, нельзя рассказывать. Вот если она ушла в архив, тогда можно. Ну, кстати, сейчас вот машинка CTF, да, она работает. Еще следующую неделю будет работать. CTF это Compress Token Format означает. Вот у вас есть неделя, две, ну, максимум три, а потом все. Потом эта машинка уйдет в архив, и, может быть, я точно так же проведу семинар и скажу. Ну что, давайте я покажу, как эту двухфакторную аутентификацию взломать с одноразовыми паролями. Ну, вот семинар такой проведен. Как я машинку прохожу? Ну, конечно, да вот как я сейчас начал, да, посканировал, потом где вот у нас прокся, вот наш порпсьют, что между нами было, вот был логин, мы отправили. И вот когда я вот так вот машинку прохожу, я делаю видео. Может быть, такое видео вам тоже будет доступно, вот оно будет со звуком. Я могу вот так вот его запустить, и звук просто выключал. И в этом видео вот в течение часа рассказываю, говорю, давайте вот я буду проходить машинку, параллельно буду комментировать. И прям все мои действия с самого начала до самого финала вам буду показывать. Если хотите, за мной повторяйте, хотя где вы повторите, да, если она в архиве. Ну, хотя бы просто посмотрите. Кстати, можно повторить, иногда там есть VIP-аккаунты, и тогда можно доступ к архивным машинам получать. Но вот такое прохождение, оно может быть технически сложное, да, я вот тут что-то пишу, за мной как следите. Почему семинар провожу, и параллельно есть вот такое прохождение. Потому что такое прохождение, оно для профессионалов, кто будет вот проходить. А на семинаре я собираюсь самые основные моменты подчеркнуть. Например, вот так. Скажу, вот такую команду писал. Если вы на предыдущие семинары ходили, то помните, эссе, это скрипки основные выполнить, св-версию показать, сохранить все на всякий случай в текстовый файл. Ну, когда была такая машинка Сизл, я ее вот так посмотрел мапом, и вижу, да, FTP, анонимный доступ, 80-й порт, веб-сайт такой же, который нас не пускает, пароль хочет, а еще там актив-директоре LDAP пишет. Семинар как раз-таки и посвящается тому, что давайте анализировать эту актив-директоре LDAP, используя и Windows, и Linux. Все вместе. И что у меня вот сейчас в видео идет? Я смотрю. Я сначала подключился с Linux, а потом подключаюсь с системы Windows. Говорю, вот мап мы посканировали, давай-ка с Linux подключимся, а потом с Windows. И как подключаться с Linux? Есть SMB клиент. Откуда я знаю про SMB клиент? Ну, либо сами вы администратор Linux, либо учились на курсах. У нас же есть курсы по Linux. Пусть я их не читаю, но другие преподаватели проводят. А откуда я буду знать, что два слыша и Сизл, и СТВ, и я туда зайду? Ну, это на любом курсе, два слыша, Титчер, вы ко мне подключаетесь. То есть, перечисление, как мы видим, оно доступно из Linux и из системы Linux. Вот вы ко мне пришли, может быть, вы мне сразу скажете, или в чате напишите, или вот кто здесь присутствует в комплексе радио, вот вы мне скажете, как так получилось, что я вот сижу на своем кайкерском Linux или своем кайкерском Windows, и в домен Active Directory на файловый сервер попал. Почему вдруг мне такое послабление? Как так получилось, что я пароль не вводил и вот с пустым паролем подключился? Знает кто-нибудь, может прокомментировать? А, вот кто-то в чате напишет. Конечно, да. Там гость включен, анонимный вход. Это не такой важный ресурс, чтобы его прятать. Вот тебе показали, вот департмент шерс, пожалуйста, пусти. Как файловый сервер атаковать? Мы туда подключились. А что дальше делать? Можем только в одну публичную папку писать, а больше ничего не можем. И вот что я делаю. Вот здесь, наверное, вам не видно вот такое прохождение, да? Надо поближе посмотреть, да, экран к экрану. Ну, я задумываю вот такую атаку. Я думаю, да, это я в публичный ресурс положу ярлычок. Знаете же, да, все такое, что у нас такой ярлык? Или не знаете? Ну, конечно, знаете, да, ярлыки на файл. И скажу, что пусть будет у этого ярлыка иконка. А иконка будет на моем сервере. И свой IP-адрес пропишу. И вот так вот делаю. Запускаю респондер. Или, кто сейчас курс проходит по анализу безопасности, в Metasploit Framework. Помните, давно семинар даже по Metasploit проводил. Там есть модули, один из них респондер. Что значит респондер? Программка, которая слушает все, что только может. И если вдруг кто придет, все записывает. И в том числе хэш-пароль записывает. И вот я открываю Windows. Открываю блокнотик. И создаю вот такой простой файлик. В формате SCF. Ну, конечно, да, откуда мы знаем, что есть формат SCF. Где-то научиться надо. Но SCF формата. Открываем Google. Читаем, изучаем. Это ярлыки и так выглядят. Вот мы создаем такой файлик и говорим, иконку заберешь с нашего Kali Linux. И действительно, кто-то посмотрел, к нам подключился. Вот в видео вы видели, да, приходила Аманда. Вот ее хэш. Она нам принесла. И вот, пожалуйста, у нас хэш Аманды. Потому что мы догадались SCF положить на файловый сервер. И пользователь Аманды туда заглянула. И хэш принесла. При реальном бентесте как будет? Мы ярлык бросим и подождем, пока реально пользователь зайдет. У нас есть ресурс, где мы со студентами обмениваемся информацией. Компьютер, китчер, папка, мейл. Туда положить, если ярлычок, то будет хэш обязательно. Ну, а там, наверное, в планировщике задач что-то забитое, не знаю. Но у нас есть хэш Аманды. А дальше, кто мне подскажет, кто подготовительный семинар смотрел, что делать дальше. У нас же есть вот бесплатный семинар, сейчас у нас часть третья. Мы же туда записались, мы же его проходим. А тут написано, семинар будет интересен слушателям. А если что, базовые приемы посмотрите. Потому что я буду знать, что уж базовые приемы вы посмотрите. И вот этот семинар вы посмотрите. Да. Сейчас не надо этот смотреть семинар, может быть, потом посмотрите. И, конечно, если вы курс по хакингу проходили, по безопасности, по анализу, вы скажете, где наш Джон Риппер, или любая другая брутилка. И мы достанем из вот этого вот хэша, длинного, непонятного, настоящий пароль. Вот мы его достали. А что дальше? А дальше выполняем перечисление. Перечисление. Курс по хакингу начинается с тем, сканирование, перечисление. И здесь я всегда студентам говорю, вот непонятна грань, где администрирование, а где перечисление. Потому что, когда ваш Джон Риппер взломал сейш Аманды, вы хотите подключиться к компьютеру, и вы можете подключиться. Вот так называется вот эта консолька, которой я подключился к этому сизлу компьютеру. Понятно? Это ERSAT, Remote Server Administration Tools. Мы проходили, мы знаем, ERSAT, да, мы практиковались. Кто-то скажет, а у меня другой клиент, еще лучше. Ну, я скажу, не важно. Важно сейчас, я знаю пароль самого обычного пользователя, и увидел, что там есть мистер Лаки, что есть сизлер. Я могу смотреть в домен. Уже хорошо, аплодисменты, но я хочу туда подключиться, чтобы выполнять команды. А как я подключусь, да, если я туда подключиться не могу? Могу по SMB зайти. По RDP не пускают. Обычный пользователь куда зайдет, да? Веб-сервер пароль не подходит. Вот нужно... Знаете, что сделать в таком случае? Сертификат получить в центре сертификации, мы узнаем пароль пользователя, и зайти по сертификату. Умеете так делать? А вот пригодилось бы знание. Вот если бы вы взяли, получили сертификат центра сертификации, пришли и сказали бы, это я, Аманда, дай мне сертификат. Зачем тебе? Надо. Центр сертификации не понимает, что Аманда не настоящая пароль узнали, выдала вам сертификат. Вы его себе установили. Если хотите детальность, да, вот как запрос сертификата сделать. А что нам делать с сертификатом потом? Установить PowerShell сессию. И вот вы думали, помнится, давным-давно провозил ты, Сергей Павлович, First Look, рассказывал, что нового есть в сервере. Я говорю, а вот в новом сервере теперь можно PowerShell сеанс делать удаленно, хорошо. И вот пригодилось, что мы умеем теперь такой вот сеанс устанавливать. Мы бы и по паролю. Вот видите, я хотел по паролю зайти. А не пускает сервер, говорит, я понимаю, что ты хочешь PowerShell сессию, но по паролю нельзя, давай по сертификатам. Ну, понятно, да, что если сейчас я хочу этот PowerShell учить, я иду на сайт учебного центра, курсы по PowerShell, и тут же нам скажут, ну, вот один курс для начинающих, для продолжающих. Приходите, вам инструктор будет объяснять, что такое PowerShell. Кто-то скажет, нет, я в интернете прочитаю, книжку прочитаю. Нам PowerShell пригодился. И что теперь на PowerShell? Что я там делаю? Я его использую и пишу Enter PS Session. Enter PS Session, и все, я там, на этом компьютере Sizzle. Кто я? Я там пользователь, и у меня командная строка. Команды могу выполнять. Вроде бы стоял, никого не трогал, да, сервер, думали он хорошен. Оказывается, была файловая такая вот хранилища, туда ярлычок, хэш. Хэш, получили хэш, этим хэшем пароль, и потом сертификат получили, и вот он у нас присутствует на контроллере. Ну ладно, мы его сдержим. Мы его сдержим так, что антивирус любую подозрительную активность заблокирует. Не заблокирует. Почему? Потому что подключаюсь, вот я как пользователь, и хочу там дальше повышать привилегии администратора атаковать, потому что проверить безопасность, о чем у меня все разрешения есть. Это же не чужой сервер, они же сами мне написали взламывая, разрешая. Вот я хочу с этим разрешением. Но антивирус скажет, нет, тебе нельзя. И знаете, вот это вот, Армитаж, Метасплойд, наша третья часть семинара, мы уже это изучали. И семинар отдельный, поэтому Метасплойд фреймбор проводили. И, конечно, вы уже люди ученые. Вы скажете, мы сейчас полезная нагрузка, мы сейчас метр-претор. Как создадим, как запустим, и будет у нас метр-претор сеанс на наш Метасплойд фреймборк. А уж с мощью Метасплойд фреймборка, все хакеры мира, которые есть, все эксплойты, мы как возьмем, через этот Метасплойд пустим, и все. Но, видите, да, антивирус-то не разрешает такое. Я, конечно, я так сделал. Говорю, давайте, что у нас там, все. И антивирус все заблокировал. Ну, у нас была тема, обход, система обнаружения и вторжений, фаерволов. Да, и что мы изучали на курсах, когда готовились к тому, чтобы стать аналитиком, чтобы стать пентестером. Мы изучали, что нужно как-то обфусцировать наш ход. Вот так вот мы написали, вот, если вот он ловит, нам нужен какой-то криптор, который сделает так, чтобы вот наша полезная нагрузка, вот реба, HTTPS, еще что-то, по ошибке, не была антивирусом принята за вирус и удалена. Это же не вирус, да, это же средство удаленного администрирования. И вот для этого я попробовал Phantom Evasion. Подошел. Ну, другие хакеры что-то другое попробовали. Многие хакеры проходят, а потом рассказывают, как они делают. Они другие средства использовали. Кто-то рассказывает, кто-то по-другому, еще что-то. Я вот его использую. Знаете почему? В открытом доступе на GitHub лежит бесплатно, скачали, работает хорошо. Ну и, конечно, вот вам видео, вот я написал, вот Phantom, вот, пожалуйста. И что теперь? И открылся Meterpreter Shell, представляете? То есть там контроллер домена, там политика, там вот антивирус, а Shell все равно открылся. Да, пока что Shell от имени обычного пользователя, вот какая-то Аманда Shell открыла. Но это Meterpreter Shell, а Meterpreter это средство администрирования, обладающее большой мощью. Знаете еще, что на этом компьютере мне немножечко помешало? Аплокер помешался. Открутите программу курса по любому администрированию Windows Server. Обязательно найдете свою политику, аплокер, надо внедрить. И они, представляете, они там, вот эта машина Сизл, они внедрили аплокер. Я хочу что-то запускать, не запускается. Легко обошел это дело. Знаете почему? Просто положил свою полезную нагрузку не вот Аманде, где вот заблокировано антивирусом, потом заблокировано групповой политикой, а расположил в папке Windows. Да, в папке Windows есть под папки, куда пользователь любой может писать. Легко проверить. Есть такие программки, Access Check или Access Enum. Вроде бы она у меня стоит на компьютере тоже. Вот она запускается и говорит, хочешь, давай проверять в папке Windows у кого какие разрешения. Ну, давай. И вот работает, работает. Разрешение на запись есть у таких-то пользователей. А, мы не администраторы. Но подождем. Может быть будет какая-нибудь папка, куда все могут писать. Да, уже одна нашлась. Видите, Authenticated Users сюда может писать. А еще Authenticated Users могут писать какие-то другие папки. Вот куда они могут писать. Нам вот этот вот Access Enum все расскажет. Он, конечно, это рассказывает на моей машине. Вот в Write я могу писать. А на той машине там вот другие папки. Ну, я проверил, одна совпала. Это вот там, где принтер, драйвер, colors. И вот туда я положил обфусцированный Phantom Evasion Meterpreter Shell и он открылся. Phantom Evasion обходит антивирус. А я его положил вот сюда, System32, Spool, Drivers, Color. И он открылся Shell. Это еще не все. Мы всего лишь в контексте пользователя туда имеем Shell. Но теперь в нашем распоряжении реально эксплойты всего мира. Потому что этот Meterpreter Shell может проксировать любой хакерский инструмент через себя. Умеете это делать? Евгений Игоревич остался после курса по анализу безопасности. И скажет, конечно, умею. Так же, вы же анализировали на курсе. Сам же показывал, рассказывал. Только там это называлось пивотинг. Ну, оно и сейчас пивотинг называется. Проксирование, фарвардирование. В Metasploit есть такой модуль. И я так и сделал. Как на курсе. Говорю, вот давай прокси подними. И все, что только пойдет, маршрутизирую через этот Meterpreter сеанс. Ну, понятно, что прям на семинаре я не хочу вас научить этим командам. Но концепция, идея понятна. Что у хакера цена вопроса вот такие вот строчки. Что он, захватив компьютер, потом через этот компьютер может дальше идти. И все инструменты за пределами Metasploit на этот компьютер может направиться. Ну, а дальше здесь уже кто-то скажет, ты хочешь собрать дамп хэшей через SecretsDamp. А я знаю другую утилитку, которая на перле, не на питоне написана, она тоже самое сделает. Кто-то скажет, а я еще какой-то там фреймворк буду использовать, другой exploit. Это, пожалуйста, интернет, он кишит такими exploit'ами. Я в составе InPacket SecretsDamp нашел и его использовал. И достал хэш не поле, а администратора. Конечно, здесь нужен большой бэкграунд. Вот если это видео смотреть, я говорю, вот смотрите, давайте пусть не на курс сейчас пойдем, но зайдем куда-нибудь там в интернет, про SPN прочитаем, да, как вот тут вот его использовать. И вот SecretsDamp, он использует один из exploit'ов, в детали сейчас вбываться не будем, хэш администратора. А что дальше, если хотим контекст администратора получить? Давайте, скажите мне, что надо его грутить. Или не надо, или надо. Аманду мы брутили, да? Я этот хэш тоже брутили. Но что значит brute force? Брут force означает, что берется словарь с паролями, или предполагается, что будет какой-то пароль слабенький. Считается хэш, хэш считается по несекретному алгоритму. Это обычный, МТ4, делаем хэш. И проверяется, совпали хэши или нет. Но если пароль у администратора сложный, он не будет в словаре. А чтобы от одного символа до 15 символов дойти, считать хэши, вы будете считать 10-15 степени лет. Поэтому этот хэш никак нельзя сбрутить. Но, если вы ходили на курс по основам информационной безопасности, вы скажете, зачем тебе пароль? Это же чистый хэш. Это не оклик-ответ, который мы сначала получили. Это капитальный хэш, который хранится на сервере. И сервер сам пароль администратора не знает. Аутентификация же как у нас происходит? Клиент обращается на сервер. Говорит, хочешь, докажу, что знаю пароль. Сервер отвечает, давай, вот тебе челлендж. Оклик. Давай, из своего пароля посчитай хэш. Хэшем зашифруй. Челлендж? Ну, зашифруй, прохэшируй, верни обратно. Я проверю. Я твой пароль сам не знаю, но хэш знаю. Я из хэша проверку сделаю. Если все совпадет, предоставлю доступ. Мой хэш, твой администраторский хэш совпадают. И, наверное, ты, клиент, знаешь хэш, потому что знаешь пароль. Так выглядит схема. Но, на самом деле, не обязательно знать хэш знаем, а так и называется пазда хэш. И вот, VMI EXEC, хэш подключились. Здесь, наверное, любой из моих студентов скажет, а почему вы используете Сергей Павлович VMI EXEC? Вы же сами говорили, что на курсе есть PS EXEC, вот, она тоже так может. Да, она так может, но есть много разных программ, когда можно удаленный код выполнить. И PS EXEC использует такой функционал, который запрещен на контроллере. Я попробовал. А контроллер говорит, а нет, мы не просто так, мы секьюрные, как на самом настоящем предприятии. А что такое WMI, я помню еще с тех пор, когда курсы по Windows Server читат. Сейчас я уже реже провожу, но я ожидаю, что вы тоже про WMI знаете, что вот здесь можно вот посмотреть. Так вот, что у нас, help, дай-ка вот что-нибудь, про что-нибудь, посмотрим, да, сервер, сервис, юзер аккаунт. И система управления WMI, она не только предоставляет возможность что-то посмотреть, она еще и дает возможность код выполнить. Вот тот же самый InPacket пакет. В гугле только напишите InPacket, GitHub, тут же и документацию найдете, тут же с этим вы уже привыкли разбираться, разберетесь. И там есть WMI язык, и ту же атаку PassTheHash делает. PassTheHash атаку выполнил, все, я там администратор, доказательства концепции с рабочего стола, файлик посмотрел, сервер взломан, задача выполнена. Ну что ж, ну вот так вот за полчаса посмотрели, как выполняется взлом, даже на первый взгляд, защищенного сервера. Да, прям чуть ли не Active Directory, как у вас на предприятии. Но мы увидели, как выполняется начальное проникновение, как выполняется перечисление по протоколу SMB, файловый сервер, как может быть, атакован. С СССР, это неожиданно, а у меня получилось. Потом сертификаты использовали, сначала получили, потом не могли так просто их использовать, PowerShell пригодился. Нам уклонились от систем защиты, еще когда изучали, как AppLocker работает, про то, что можно расположить особенный каталог, и AppLocker на него не действует, об этом знаем. Выполнили атаку PassTheHash, инструменты использовали. Ну и каждый раз происходит такое, что что-то ведет себя не так, как мы ожидаем. В этом и интерес, в этом и хакинг, никто не даст гарантии, что Exploit будет работать, что получится с первого раза. Но, тем не менее, это интерес, это азарт, дай-ка я все-таки получше разберусь, и в конце концов, выполню весь этот процесс, получу контекст администратора, вот администратор, вот доказательства концепции, флагрус, тексты посмотрели, машина. Может быть, есть какие-то вопросы, хорошее время их задать. Евгений пишет, надо посмотреть в радужных таблицах. Да, можно было бы посмотреть в радужных таблицах, это хороший способ, но радужные таблицы, они же тоже не для 15 символов. Если пароль 15 символов, то как бы радужную таблицу для него сделать? Там совсем космические масштабы. Ну, хотя то, что радужные таблицы помогают злому, это тоже хорошо. Вопрос, как киберолимпиаду играть? Ну, киберолимпиада, как у нас будет играться? Команды сейчас только формируются. cyberolimpex.org, 7 сентября только будет игра, в субботу мы будем играть. А до этого мы будем тренироваться, практиковаться, формировать команду. Если вы хотите поучаствовать, добро пожаловать, вы мне напишите письмо, у нас есть анкета. Заполняете анкету, мы с директором утверждаем состав, потом тренируемся, тренируемся, затем мы сыграем, может быть, не для недели, как раньше, победить, поехать в финал. Хотя такой опыт тоже есть, да, ездили в финал соревнований, в Америке было, не в Канаде. Но даже просто участвовать, уже хорошо, в международные соревнования, азарт, подготовка, что-то типа тем, как мы играем на различных платформах. Вы мне напишите письмо, как хотите, на корпоративную почту, Клевоген, специалист.ру. А также всех вопросов ни на курсе, ни на семинаре не задать. Вы меня легко найдете, Сергей Клевоген, достаточно уникальное имя. Добавляйте меня в друзья, находите в Facebook, ВКонтакте, Одноклассниках, как вам удобно, так будем общаться. Ну и также всегда добро пожаловать в центр специалистов. У нас и семинары, у нас и курсы. Всегда рады вас видеть и рады вам помочь. Ну, с моим выступлением у меня все. Всем спасибо за участие. Но есть еще время, раз уж вживую на семинар пришли, позадавать вопросы, пообщаться в менее формальной обстановке, обсудить семинар, информационную безопасность, философские вопросы. Это всегда, вот так, к концу семинара обсуждает. Вот у нас есть игроки, тоже как-то бокс играют. А сколько времени на это уходит? Ну, я что могу сказать? Вот сейчас самая последняя машина какая? Chainsaw. Да? Вот самая, по-самому, три дня назад вышла. Вот, если у вас вопрос, как же так? Там технология блокчейна. Это вообще реально ее взломать или нет? Нет, это же блокчейн. Как? Как? Я посмотрел, уже снулся, сразу убежал. Я скажу, обратитесь ко мне. Я, может быть, против правил рассказывать все детально, но я ее порутал, я вам подскажу, я дам направление, да, скажу, вот мне три дня туда ушло. Но здесь как можно посмотреть? Здесь можно посмотреть, вот, CTF, да, которая скоро истекает, да, как ее решали. Вот самый первый человек, вот самый лучший хакер в мире, он 12 часов 38 минут, он хотел быть первым во взломе. А потом 22 часа машинка стояла невзломанная, и 22 часа кто-то, он хотел быть первым, ну, явно, без перерыва, в мозговой штурм, вот так она уходит. Ну, это примерно так. Но есть простые машины, которые часы не простоят, а есть и машины, которые днями стоят. Ну, конечно, я не могу себе позволить 12 часов без перерыва ее играть, или 22 часа ее играть. Нет, ну, я как, посмотрю, разведку сделаю, информацию соберу, пойду на работу студентов учить. Потом вечером пришел, что делать? Кто-то скажет, я прихожу, я в танчики играю. Говорю, а я как за бокс играю? Вот есть час второй, поиграю. На следующий день пришел, опять поиграл. Ну, вот у меня как хобби такое, да, это как игра, тоже азарт. И как повезет. Много времени сильно не трачу, но зато бывает, что не обязательно нужно думать, думать, думать. Помню, там была какая-то задачка, и не знаю, что делать. Думаю, 10 минут, 20, полчаса, час. Я понимаю, что не знаю, как сделать. Спать хочу, пошел спать. А утром просыпаюсь, думаю, что там была, какая задачка, тоже задание вышло новое. Посмотрел, ой, что я думаю, здесь же вот биты, сюда вставляются, вот так, вот так 5 минут и решил. И я вот себя спрашиваю, если бы я вчера за 5 минут решил бы? Не, не решил бы. То есть часто решение должно там отближаться, отсидеться, у вас должно быть другое настроение. Поэтому тут, опять-таки, вас никто не заставляет взламывать, никто не знает, сколько вы играете. Поэтому я спокойно к этому отношусь. Ну и примерно машина у меня, если она сложная, хакбэк, да, она недели две займет. Ну а какие-нибудь такие зелененькие, они займут поменьше времени. Вечер уж точно. Вопрос, где можно посмотреть задания с прошлых игр. Например, только напишите, hardbox, writeup, прохождение. Когда машина уже прошла, вы легко найдете и на ютубе, и на различных сайтах. Правда, на английском языке одно будет? И там будет не так вот с указанием основных моментов. Там, скорее всего, будет просто прохождение. Но, тем не менее, оно существует. Вопрос еще намекните, а как же CTF, компресс, токен, формат, одноразовый пароль. Как такое, в принципе, возможно? Надо понять, что там есть схема Active Directory. И вычислить вот этот вот токен, который был компрессор, где в Active Directory хранится. Это вы просто поймете направление, если на сайте код почитаете. Но потом добро пожаловать на курсы по программированию на Python. Потому что токен, который одноразовый, генерируется и из большой последовательности. И я не сомневаюсь, что после курса по безопасности веб-приложений вы найдете там LDAP инъекцию. Если вы хоть чуть-чуть безопасность веб-сайтов знаете, вот тут инъекция, в том числе и LDAP инъекция. SQL, LDAP, ну там Active Directory, значит LDAP. Что такое LDAP инъекция, вы знаете. Но когда вы LDAP инъекцию выполните, вы поймете, что нереально LDAP инъекции вытаскивать с токен. Может быть у вас, конечно, получится весь токен. У меня не получилось. У меня только один символ получилось вытащить. Но пишем скриптик, чтобы перебрать все символы. Здесь у вас, конечно, если есть навык программирования, то да, можете написать такой скриптик и достать токен. Тогда сказать, что вы хакер. А если вы скажете, ну нет, я же не программист, я хочу быть хакером, не хочу быть программистом. Ну, может быть, программистом и не надо быть. Но написать на питоне скриптик, ну или на чем хотите скриптик, который будет LDAP инъекцию слепую реализовывать посимвольная. Почему питон? Популярно. Ну, просто как шутка такая, да, как выглядит Hello World на разных языках, да, в C, на Java, еще что-то. И на питоне. Print Hello World. И потом питон, он всегда вот тут есть, он в Linux установлен, хорошие возможности с сокетами, есть достаточно много руководств по этому, и много наработок есть. Я не программист на питоне, да, чтобы курсы считались профессионалом на питоне. Ну, что поделать, да, если хотим изучать информационную безопасность, мы должны погружаться и в Windows, и в Windows, и в программирование тоже чуть-чуть. Ну, хорошо, всех вопросов на семинаре, на курсах не задать, но мы остаемся на связи, будем в ВКонтакте. Всем успехов на пути этичного хакинга.